Привет, друзья! Вы находитесь на канале Айхолстер Моплюс. С вами Олег Кузьмичев. Сегодня я видел немножко в другом формате. На наш канал на протяжении двух с половиной лет постоянно с двух каналов кидают палки в наш огород. Мы вообще никого никогда не трогаем. Мы не разбираем чужие ошибки. Нам это вот вообще не нужно. Мы варимся в своем, как бы говорится, болоте. И мы строим качественные дома. Много узлов мы вам показали. Многие узлы, конечно, мы не показываем только из-за того, что это коммерческая тайна. Она должна остаться у нас. Ну, к примеру, как установить морлат на теплоизоляцию? Потому что это самый такой проблемный узел именно на холодном чердаке. Да и утепление холодного чердака самое проблемное. Как оно по практике бывает. Итак, первый канал у нас с теплоизоляцией. Блин, я не знаю, что не хватает человеку. Мы не трогаем его. У него бизнес свой занимается. До сих пор у этого человека пенопласт не горит, а пир горит. На вопросы даже телезрители нашего канала он не отвечает. Ну, если я отвечаю на вопросы, значит, я знаю ответ. Он вопрос на ответы, ответов у него нет. Сейчас у нас один человек, телезритель нашего канала, пишет диссертацию по нашей теме и по нашей технологии. И он тоже столкнулся с этим человеком по теплоизоляции. Ответов он от него никаких не получил. Итак, я, наверное, буду, если нападки на наш канал будут в дальнейшем от этого человека, буду прямо вырезать куски видео, вставлять и показывать его косяки. Я это могу рассказать аргументированно. Ну, а теперь разберем клуб веселых и находчивых, который на протяжении двух с половиной лет троллит наш канал. И буквально неделю назад, может даже меньше, вышло последнее видео. Но если вы досмотрите до конца, я вам его покажу и объясню, что это такое. Итак, сначала они полезли в теплоизоляцию. Смотрим. Меньше. Ну и самая главная дичь, которая на фоне всех приклеек утеплителя, конвекционных потоков. Смешно, смешно, товарищи. Ну, я просто не знаю. Само понятие вентоззора здесь. Здесь замкнутая воздушная прослойка. Выдумывать гипотезы, мифы, ну, оставьте их при себе. Того, чьи гэ в ступе. Ну, каждый может, поэтому. Давайте четко. Подключайте профессору. Научные умы, труды. Предоставляю слово последнему докладчику. Это Ващенко Дмитрию Александровичу, директор ООО «Интеллект-сервис». Город Белгород у нас, да. Сегодня уже было упоминание в предыдущем докладе о Белгороде. Вот Дмитрий Александрович имеет очень большой опыт исследования, испытаний лабораторных, натурных. Ну, и, соответственно, он о нем сейчас расскажет. Причины появления этого ролика я, конечно, не знаю, но этот ролик даже был озвучен так. Мифа об утеплении Айхаус Термоплюс. И он выпустил вот это, попросил профессору. Мы ему профессору предоставили все факты, что он не прав. И дальше тишина. Тишина гробовая, и даже он не извинился за это. Почему он этот ролик попросил? Ну, он, скорее всего, заказчик решил на него нажать, потому что он знаком с нашей системой утепления фасадов Айхаус Термоплюс. А там была система простая. Грибы, ну, замкнуть контура и так далее. Далее. Продолжаем дальше. Примерно два года назад также был выпущен ролик. И он, опять же, в нашу сторону. Инженерку никто не делает. То, что мы занимаемся, это все ерунда. Можно в бетоне взять все и проштробить. И фактически он это внушает всем. Проштробите или заштукатурите, или как угодно. Он, вообще-то, в том ролике сказал, что я могу проштробить за два или за три дня, проблем нет. Но я так ответа по поводу инженерки не заметил в его роликах. И никто этого никогда не видел. Конечно, я не слежу за его каналом, но я сегодня посмотрел, и я нигде не видел, чтобы там инженерка где-то была. Это трубы вентиляции, это инженерка по электрике, трубы дымохода. Все должно быть спрятано в тело бетона. Но он один на один оставляет заказчика со всеми этими проблемами. Почему он оставляет один на один с этими проблемами? Потому что, например, мы когда строим двухэтажный дом, у нас на инженерку, я посчитал в том году, и вот получается плита фундамента, в ней инженерка раскладывается вся. Далее у нас стены первого этажа, далее у нас идут плита перекрытия, дальше у нас стены второго этажа и плита перекрытия. То есть это шесть этапов раскладки инженерки. Ее еще надо все соединить, особенно по электрике. Так вот у нас затраты на это примерно 10 дней происходят. Плюс работа инженера именно составляет проект по вентиляции, дымоходам и также электрике. И также системы отопления мы делаем. Ну кто подписан на наш канал, он давно видит, что мы уже делаем готовое решение, чтобы потом не долбить бетонные стены. Так вот, представляете, 10 дней, 3 человека, это фактически получается, плюс инженер, который руководит ими, 4 человека. Это фактически, если это перевести в трудозатраты, это получается 40 рабочих смен. Это фактически работы одного человека полтора месяца. Чтобы избежать этих затрат по времени, а надо сделать же как быстрее, как бета не закладывать и придумывать различные мифы, что можно проштробить, можно спрятать и так далее. Так что вот эта тема, только по раскладке просто трубок в тело бетона, она занимает фактически на каждом этапе, и если все вместе взять, 10 дней, сколько будет время штробиться это все, умножайте на 2, на 3 или на 4. Наверное так. Итак, пойдем дальше. У нас же это профессионалы, и профессионалы, они не должны допускать грубых ошибок. Но почему-то у них устройство фундамента, они придумали от себя сами. Если они подсыпают песчаную подушку, я нигде не видел, что у них есть динамический плотномер проверять плотность грунта. А зачем? Мы профессионалы, мы на глазок видим, и у нас это получается за один день, а если песок возят два дня, то за два дня. Там трамбовкой прошли пять раз туда-сюда, и все нормально. Так что динамического плотномера нет, и устройство фундамента, они не понимают, как устроен фундамент. Если грунт будет неуплотненный, то он может просесть. А если он просядет, значит, под фундаментом пустоты возникают. На дорогах трамбовка идет? Идет. Зачем там катки ездят? Чтобы под асфальтным полотном или бетонным полотном не просел грунт. Вот и все. Здесь же частный дом. Это допустимо. Это профессионалы. И давайте посмотрим, какую теплоизоляцию они применяют. Я посмотрел несколько роликов и увидел, что они теплоизоляцию применяют. Пеноплекс, комфорт. Открываем. Надо всю конструкцию теплоизолировать. А здесь, как момент такой чисто перестраховочный, с точки зрения проведения монтажных работ, ну здесь очень много путей решения, как все это реализовать. Пеноплекс, комфорт. Открываем интернет и смотрим, для чего он предназначен. Утепление там фасадов, кровель и так далее. Но я что-то не вижу, где фундамент. А если мы поглядим в характеристики, то в характеристике при 2% деформации информация отсутствует. Да, этого заказчик, может быть, не знает, но профессионалы, профессионалы в кавычках, они должны об этом знать. Но, скорее всего, они тоже не знают. Им без разницы, какая теплоизоляция была. Лишь бы толщина подходила. Так что так. Если взять теплоизоляцию для фундамента, характеристики у них вот такие. И смотреть надо именно характеристику 2% деформации. Вот она выдерживает практически 20 на 1 квадратный метр. Нельзя смотреть 10% деформации, где там 40 тонн выдерживает. Это неправильно. Ну, смотрим дальше нашу теплоизоляцию. Мы видим, что никто ее не склеил, никто шприцелать ее не собирался. А зачем? Это же потеря времени. Это фактически вот один там человек, если будет работать, смена потеряна. Пускай лучше он другим занимается. Заливаем бетон, туда молочко попадает. У нас фактически теплоизоляция в этом месте не работает. Да еще и сожмет, и будет вообще классно. Вообще классно ребята работают. Это современные остапы-бендеры в рамках строительства частных домов. Тем более они всегда говорят, что в частных домах это допустимо. А что у нас частник? Он хуже? Или для частных домов, для устройства фундамента какие-то СНИПы написаны другие? Ну, а когда слышишь такие выражения «В частном домостроении это пройдет, все нормально», то вопрос-то, а чем заказчик-то хуже, чем большая стройка? Он также хочет качества, он хочет, чтобы все по правилам СНИП сделано. А почему здесь нарушаются? А потому что на большой стройке есть технадзор, есть инженера. А здесь их нет. Всем привет! После заливки стен прошло часов 10-12. После заливки стен прошло часов 10-12. После заливки стен прошло часов 10-12. Значит, самое время демонтировать. Как понять то, что можно демонтировать или нельзя? Демонтировать стены, опалку стены, можем сразу после того, как бетон держит форму. Ну, и такой момент. Берем гвоздик, либо что-то твердое, и проводим. Ну, видим то, что там уже внутри все отлично. Все мы мечтаем, чтобы у нас дом был крепкий, надежный и так далее. Многие даже хотят заказать марку 350 бетона на граните, чтобы надежно было, мощно. И что у нас получается вот с такими строителями, где нету технодзора, и они творят произвол? Процесс гидротации происходит неправильно. Снимают опалку в первые сутки. Тем более температура окружающего воздуха ночью там плюс 3, днем плюс 12, где-то вот примерно такая была. И что у нас получается? Бетон набрал прочность от 9 до 12%. А вот желтым здесь показано, какой процент должен набирать, когда можно снимать опалку. Инженер-конструктор может разрешить и раньше снять 38-37%, но он указывает, где, с какой стороны можно снимать щиты опалки. Но сами рабочие не могут в произвольной форме взять и выбрать там, где им нужно. Инженер-конструктор также может указать, но бывают такие случаи, когда нужно в плите перекрытия заливать двумя частями. То есть у нас получается холодный шов. Только инженер-конструктор это может указать. Но никак ни бригада, ни рабочий, никто. Даже я не знаю, где делать холодные швы, и вот в это дело я не вмешиваюсь. Вот у нас инженер, Сячин Валерий Владимирович, он этим занимается. Он смотрит за температурой, смотрит, какая погода и так далее. Фактически здесь, на этом объекте, должна быть снята опалка. Начать снимать опалку на 5-7 сутки. Здесь же определяется все гвоздиком. Видно, они провел с ним, не знают. Возможно, знают, но тут именно руководствуется, что им надо быстрее ее демонтировать, и чтобы быстрее заработать деньги. Ну, как пример. Мы зарабатываем это 10 тысяч за 10 суток. И у нас получается 1000 рублей в день. А если мы будем те же 10 тысяч зарабатывать за 15 суток, то у нас получится, ну, посчитайте сами, наверное, 750 рублей. Примерно, наверное, так. Я уж тут в расчеты математические вдаваться не буду, но этой бригадой движет именно алчность. Я не знаю, что с подвигу разрешить опалку заказчика снять. Это большой-большой, наверное, секрет. И тайно останется за кадром. Что мы видим, друзья? А мы видим, что здесь нарушен процесс гидротации цемента. Это химическая реакция цемента с водой, с образованием кристалла-агрегатов. В процессе гидротации жидкий или пластичный цементный клей превращается в цементный камень. Дадут ему здесь превратиться в цементный камень. Той прочности, которая заложена проектной, навряд ли. Первая стадия этого процесса называется загустеванием или схватыванием. Вот она прошла, а здесь загустевание и схватывание. Вторая упрочнением и твердением. Твердение бетона, ребята, друзья, это продолжительный, сложный физико-химический процесс, называемый вот именно гидротацией. В его уходе цемент взаимодействует с водой, образуя новые соединения, гидроксилат и калия, наделенные вполне определенными свойствами, главным среди которых является прочность и твердость. Здесь идет искусственное занижение прочности конструкции и твердости. Есть же еще, когда снимают быстро опалпку, даже влажная погода, если процесс гидротации он не прошел, то даже при влажной погоде, если ветерок слабый, сняли опалпку буквально на следующий день, то у нас интенсивно из бетонной смеси выходит влага. Блин, вот как ни крути, она оттуда удаляется. А когда у нас вода оттуда уходит, то она с собой забирает те элементы, которые должны связать весь этот цемент, и он должен созреть. Созревание не происходит. Вообще процесс гидротации, он длится первые 5-10 дней интенсивно. Дальше он также происходит, но уже в замедлении, потому что прочность бетона набирается годами. Но здесь самое главное, вот начальный процесс он нарушен. Как в дальнейшем будет вести себя армокаркас, непонятно, потому что даже если произойдет подвижка бетона хотя бы на 1 мм в этой тонкой конструкции стены, то фактически связь армокаркаса с бетоном, она уже нарушена. С чего начался сыр-бор? Вот не лезем на другие каналы, и никому ничего не советуем, и ни про кого не снимаем. Но тут нас просто оскорбили. Вот сыр-бор начался с того момента, именно когда мы начали применять ОСБ-фанеру в качестве опалки внутри помещений. Так как адгезия после снятия этой ОСБ-фанеры к стенам, потолкам, штукатурок, она идеальная. И в дальнейшем отслоение, а может отслоение быть через 5 лет, через 10 лет, там без разницы, оно практически равно нулю. Если мы посмотрим на стены, на потолки, когда у нас профессиональная опалубка или фанера, то мы видим глянец. Смотрите, какой глянец. Ну, здесь она еще темная, потому что только сняли мы именно опалубку, именно перекрытие. Но она побелеет, она будет все равно глянцевая. На темном это заметно сильно, на белом это заметно меньше. Мы занимаемся строительством домов, не просто отливаем коробки и бросаем. На нас еще ложится, на наши плечи, именно штукатурить внутри, отдать заказчику дом, ну, по крайней мере, до того уровня, когда он захочет там положить там плитку. Но самое главное, мы будем утром просыпаться, и от заказчиков не будет звонков, что там отслоилась штукатурка, там через год, через два, кому-то штукатурка упала на голову, и это могут быть еще и травмы, и смертельные случаи. Нам это не нужно, потому что мы отвечаем за то, что мы делаем. Ну, а теперь, друзья, сравните стены одни с потолками, стены другие. Мы видим именно текстуру, адгезию к такой поверхности, любых штукатурок, оно будет идеальное. Посмотрим то, что мы делали раньше. Смотрим шлифованные потолки шлифмашинкой, смотрим стены. Это все делалось вручную, в зимнее время, когда, ну, соседей просто в саду, в огороде нету. И такие работы вешать на заказчика дополнительно. Ну, наверное, и не в наших интересах, и не в заказчика интересах. Потому что найти людей на эти работы очень сложно. Ну, вот смотрите, как мы мойкой высокого давления моем. Они взяли с нас пример, и посмотрим, как у нас чувствует себя бетон. Глянец никакой не сбивается, потому что качество бетона хорошее. Но у них, давайте посмотрим, что получается. Они, видно, сняли опалку, и сразу на второй день, или на первый, после снятия бетона, заливки бетона, и начали вот этим керхером мыть. Вот представляете, если керхер мог бы взять глянец, тогда бы у вас на лакокрасочном покрытии, на автомобиле, вот представьте, если бы керхер имел такую мощность, чтобы снять вот этот глянец. Ваше лакокрасочное покрытие, оно просто бы все на автомобиле отлетело. Ну, вот такое качество. Я не хочу никого унижать, никого там приземлять. Просто не трогайте нас, и не ссылайтесь на нас, и не делайте видео с нашим названием, потому что вы сами себе создаёте проблемы. Так и есть. Но в частном домостроении никто не мешает применять керхер, мойка высокого давления. Вот он глянец, вот он глянец. Сейчас демонстрация. Ну, видно, да, то, что всё открылось, все поры открыты. Это, ну вот, молочко, а вот все поры открыты. Идеальная адгезия, если вы работаете с профессионалами. Я вот посмеялся, хорошо. У нас проектировщик тоже, когда это смотрел, тоже посмеялся. Ну так, друзья, что я хочу сказать. Профессионалы так не работают. Профессионалы содержат, это соблюдают все нормы, правила СНИПа, они знают, сколько должна там стоять опалка, какая гидротация бетона должна быть, как надо утеплять, как бы утеплитель нужен, как бетон это укладывать, как делать фундаменты. Здесь даже о профессионализме не говорит, это о низком уровне профессионализма говорит тот факт, что они не могут за нами что-то повторить. Ну, кто им мешает сделать то же самое? Зачем выпускать какие-то ролики регулярно, причем на протяжении двух-двух с половиной лет? Ну, это удел слабых, наверное, людей. Почему? Нельзя сделать так же, как и мы. Мы же никому не запрещаем. Итак, друзья, всем пока. До новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев. С вас лайки и комментарии. Подписывайтесь на наш телеграм-канал.